Это здание знакомо каждому Челябинцу с детства и, несомненно, Теплотех стал главным символом самой большой улицы Челябинска – проспекта Победы. Её протяжённость – 12 километров. Но там, где сегодня транспортная развязка улиц Кирова и проспекта Победы, до революции была северная окраина города. А на месте здания Теплотеха находилась деревня или посёлок городского типа. Да и улица эта носила совсем не победоносное название. Улица Кирпичная, современный проспект Победы. И она не случайно называлась так – Кирпичная. Дело в том, что за этой улицей она была односторонняя, населились здесь, а с другой стороны располагались кирсарай, кирпичный сарай. Потому что там, в глубине квартала современного, было разведано месторождение строительных песков и глины. И было очень удобно организовать производство кирпича. Из этого кирпича строили весь город. Однако генплан 1937 года поставил крест на жизни посёлка. Главный градостроительный документ обозначил, на этом месте должна быть площадь Емей. 1 мая. Здесь строят пятиэтажное кирпичное здание. Активное возведение начинается с 59-го. Но из-за всеобщей экономии в послевоенное время постройку хоть и возводят по мотивам классицизма, но всё же в минимализме. Но, тем не менее, архитектор попытался учесть те ландшафтные особенности, где это здание появилось. Оно возвышается над местностью, оно симметрично. Есть признаки классицизма. Рустованных два этажа. Тоже попытка как-то оформить это архитектурное здание. Хотя, конечно, внешне оно выполнено минимализмом. И вот в 62-м в эти стены заезжает Теплотехнический институт. Это филиал всесоюзной организации, которая занимается проектировкой электростанций и всех необходимых для них деталей. Учёные умы занимают все пять этажей. Продукцию отсюда поставляют в Урал и Сибирь. Но главным символом проспекта Победы здание института становится не сразу, а в момент, когда на его стены водружают звезду. В середине 70-х годов прошлого века вся страна празднует 30-е годовщины Победы Советского Союза во Второй мировой войне. Челябинск не исключение. Именно тогда прежние городские власти решают увековечить память об этом светлом событии. И так на здании Теплотехнического института появляется Орден Победы, который в народе прозвали «Звезда». Благодаря сотне электрических ламп она озаряла всю прилегающую площадь. По вечерам под этой звездой влюблённые пары назначали свидание и гуляли здесь до утра. Кстати, иллюминацию и сегодня включают, но только к 9 мая. Да и институт по-прежнему функционирует. Только вместо пяти этажей занимает всего один. Дмитрий Лазарев, Виталий Черепанов, ОТВ.